Несмотря на то, что Ленинский район по праву может гордиться своей зеленой зоной, в последнее время экологическая обстановка здесь ухудшилась. Такая ситуация происходит по всей стране. Увеличившееся количество автомобилей, что создает загазованность, химические выбросы крупных предприятий, эти и многие другие факторы не лучшим образом влияют на окружающую среду. Чтобы поднять вопрос сохранения природы, 2017 год в России был объявлен Годом экологии. Как вести работу по решению поставленных правительством задач, каждый муниципалитет решал по-своему. В Ленинском районе начали с обсуждения проблемы за круглым столом. Самое главное для нас сейчас это сплоченность населения, сплоченность его воспитания, потому что наша хата с краю, мы пишем куда-то письма, вплоть до высших наших шалонов власти, но мы какие-то вещи можем сделать здесь самостоятельно, подумав и собраться вместе. Но не всегда субботники или другие акции, проводимые неравнодушными к окружающей среде людьми, способны решить в нашем районе экологические проблемы. Чтобы рассказать, какую работу на территории муниципалитета ведут сотрудники управления Государственного экологического надзора, Министерства экологии и природопользования Московской области, на форум приехали их представители. Что касается надзора за 2017 год по Ленинскому району, показатели, я не скажу, что хорошие, но достаточно относительно нормальные. 15 постановлений с начала 2017 года вынесено, на территории Ленинского района было выявлено 15 нарушений. Основные нарушения – это нарушение условий водопользования, то есть это сбросы, сбросы с превышениями, и нарушение условий выданных лицей. Все чаще мы слышим о несанкционированных свалках и сбросах в водные объекты. В обществе неоднократно поднималась тема реки Купеленки. Ее же озвучивали и участники форума. А вот жители сельского поселения Молоковское больше беспокоят состояние памятника природы на территории Богдановского леса, где находятся комплексы гнезд рыжих лесных муравьев, которые поедают вредоносных насекомых на лиственных деревьях. Несколько лет назад через эту зону проложили пешеходную дорогу. Вырубили лес, отсыпали непонятно чем, каким строительным мусором эту дорогу, сделали проезжую часть. Началось строительство. А теперь еще планируется застройка за имеющимися этими СНТ. Еще застройка. Такой объект Витовка и Коробова. И строители на своих генпланах и всяких документах, по которым они хотят вести строительство, указывают именно эту дорогу, проходящую по территории памятника природы, как основную дорогу к жилому комплексу. У участников форума было много вопросов по экологической обстановке в районе. Встреча заняла не один час. Все присутствующие поддержали необходимость проведения подобных встреч и в дальнейшем и наметили план мероприятий по улучшению состояния окружающей среды в муниципалитете. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Владимир Бижонов, ВИДНЭТВ. Тему продолжим с Татьяной Лебедевой, начальником отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды администрации Ленинского района. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Вчера прошел этот форум. Он первый районный форум, как я понимаю, у нас в муниципалитете. Да, действительно. Это первый районный форум в Ленинском муниципальном районе. Ранее мы проводили, если помнят наши жители, в октябре месяце, в 2016 году, подобный форум. Но это было областного масштаба по инициативе общественной организации. А именно по инициативе администрации района это действительно первый экологический форум. Какие уже выводы можно сделать по итогам работы? Самый главный вывод о том, что жители все-таки беспокоят вопросы экологии. Они стоят, я бы сказала, сейчас на первом месте. Может быть, конечно, это обостряется тем, что этот год объявлен годом экологии. Но, тем не менее, вопросы экологии, они действительно для жителей важны. А какие наиболее актуальные проблемы, связанные с экологией, сейчас присутствуют у нас в районе? Наиболее актуально, это, конечно же, нашумевшая наша тема с рекой Купеленкой. Проблема, надеюсь, что она будет решаема в ближайшее время. В настоящее время создается рабочая группа, утверждается ее состав, даны предложения. И надеемся, что на следующей неделе уже будет эта рабочая группа утверждена. Следующая проблема – это наши выбросы промпредприятий. Выбросы, как известные, так и неизвестные. Как известная деятельность нашего коксогазового завода. Неизвестные те, которые мы пытаемся сейчас выявить совместно с Министерством экологии Московской области. Планируются ли какие-то еще встречи или подобные форумы в дальнейшем? И изменится ли их формат? Конечно, мы планируем такие встречи. У нас на этот год утверждено постановление «План мероприятий», в рамках которого таких форумов, по крайней мере по плану, было три заявлено. Но мы по результатам вчерашнего форума понимаем, что таких форумов маловато такого количества. И определяем тематики для следующих форумов. И ближайшие форумы планируются в мае месяце. Люди становятся более активными. Заметили ли вы появление каких-то общественных организаций экологических? Конечно, мы заметили. И не зря мы даже их пригласили на первый форум. Это наша общественная организация Всероссийского общества охраны природы, возглавляемая Калинина Тальфедоровна. Также это всеми уже известная в районе Тарасюк Венера Тахировна. Сейчас мы, можно сказать, объединяем или знакомимся с новой инициативной группой. Это микрорайона Купеленко, которых также пригласили на форум, именно поприсутствовать на рабочем столе. И микрорайона Завидное. Это присутствовал Гущин Михаил из микрорайона Купеленко, Сепаров Алексей Валерьевич, которые могли также напрямую задать вопросы органам, природоохранным органам государственным и органам местного управления, получить на них ответы. Будем надеяться, что такая активная работа продолжится и в будущем. Большое спасибо за беседу. Я напомню, что у нас в гостях была начальник отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды администрации Ленинского района Татьяна Лебедева. Продолжение следует...